Приветствую вас, кто меня смотрит, с вами Николай Партейн и это игра Dark Souls, что в переводе Тёмные Души. За дополнением локации DLC Готовься к Смерти. Продолжаю свое творчество, обучаю как пройти на первом уровне без прокачки героя. Вот эту игру, да, с помощью своего опыта и мастерства в этой игре я стараюсь преподнести какую-то ценную, полезную информацию об этой игре и обучить непосредственно тех, кто первый раз играет, тех, кому просто интересно. Ну и в основном, да, то есть с помощью, так как можно сказать вам, стратегии своей я намного облегчаю с помощью обучения прохождение этой игры и даю больше шансов на выживание, ибо получена концовку этой игры. Ну что, загружаю последнее сохранение данных. Ну вот я нахожусь в владении Клеваг. Значит, в предыдущем видео я, значит, был в руинах забытого изолита, убивал различных врагов, да, очень простым способом. Вот я показываю, как добыть большой кусок коричневого титанита для прокачки оружия на плюс 10 и плюс 5 прокачку хаосом, а точнее на огонь, можно так сказать. Значит, ну... Ничего, сегодня он, я немного вам преподам обратно очередной интересной информации. Как мы заметим, тут есть вот такой, появился, да, можно так сказать, появился вот такой вот... А, труп. Естественно, почему он здесь появился, я расскажу. Это труп самого шипастого Кирка, да, или рыцарь Кирка, как его называют. Вот, вот тут именно егошние доспехи лежат. Значит, я немножечко вам объясню, почему, да, то есть появились именно вот здесь эти доспехи. Многие даже удивятся, почему. И зададутся таким вопросом. Значит, ну, давайте для начала просто... Я бы, да, сказал, возьмем полный сет его, да. Так, я возьму щиток, потому что он находится у меня в арсенале, вот шипастый щит. То есть, на протяжении, да, всей игры он нам не раз встречается, и мы должны его как бы убить непосредственно. Вот. И частично собираем егошний сет. Вот, полностью. Это начиная оружие, да, щит и егошняя броня. Значит, ну, давайте для начала просто сравним, да, вот так вот, по параметрам. Пробегимся. Вот. Знаете, зубчатый прямой меч, 80 урона. Параметры, значит. 10 сил и 10 ловкостей. Увы, мне не хватает всего лишь, всего ничего, там, это 9 ловкостей. Но чтобы я мог, как бы, вам объяснить. Используйте этот щит. Вот, это, конечно, очень печально. Очень печально для меня. Но, все-таки. Вот. Значит. Дополнительный эффект, да, да, кровотечения. То есть, очень неплохое оружие такое. Вот. Так, что касается щита, тоже. Ну, щит наносит какой-то урон, видите, и физический. 78. Нужно... 12 ловкостей и 10 сил. Эффект дополнительного кровотечения, тоже, в принципе. Значит. Ну, давайте, почитаем, что пишут. Щит бесславного кирка. Темной тени, значит. Прозванного шипастым рыцарем, усеянными шипами. Может использовать в качестве оружия. Острые шипы вызывают сильное кровотечение. В принципе. Так же, естественно, и меч, да, то есть. Любимое оружие бесславного кирка. Темной тени. Его прозвали шипастым рыцарь. Ага. За кривые шипы на этом мече. Этот уродливый меч позволяет использовать лишь выпады и вызывает у врага. Убильные кровотечения, значит. Ну, вот, в принципе, и все написано. Что касается нашей брони. Ну, в принципе, тут тоже. Доспехи кирка шипастого рыцаря, бесславного темного духа. Поверхность усеяна шипами. Подходящий предмет для смертоносного кирка позволяет наносить урон, просто накатываясь на врагов. Значит. Давайте просто, да, так взглянем по параметрам он. Ну, вот, если взять стандартные эти вот, даже вот, три хотя бы, блин, брони. То, конечно, немного они отстают по параметрам, да. То есть, конечно, некоторые, можно сказать, вот. А вот, какие-то, какая-то броня лучше по балансу, какая-то по сопротивлению кровотечения, сопротивлению отравления и тому подобное. То есть, то есть, сами все видите, да. То есть, рыбогосконности все равно намного лучше по балансу. Также они и весят больше. Вот. Фишка кирка вообще в том, что он, в принципе, с помощью этого сета кувыркается и наносит урон. То есть. Ну что, перейдем к делу, рассказу про этого кирка, значит. На самом деле, этот кирк тоже вступил в ордер дарка-касса, да, этого змея. То есть, темного змея-касса. Который, естественно, дал ему око вторжения, да. То есть, красное око, которому можно вторгаться. Но он его предал. Он его предал, да. То есть, он использовал око в своих, как бы, целях. То есть, не приносил ему никаких душ, да. Это юмонити, никаких человечности он ему вообще не отдавал. То есть, он начал, как бы, делать во благо себе. То есть, и ум помогал этой прекрасной госпоже, когда она начала болеть, да. Он, как бы, по истории дарк-соуса, что якобы увидел, как заболела прекрасная госпожа, он начал ей помогать. То есть, с помощью этой же человечности он приносил ей в дар. То есть, вторгался в другие миры. И, естественно, после чего подносил ей, как, предположим, мы, да, поступаем. Там, вот, например, то же самое можно вторгаться. А после чего давать ей. Что делал этот кирк, да, рыцарь-кирк? Тем самым, почему и труп оказывается именно здесь. То есть, многие даже не подумают, почему оказывается именно здесь. Этот, бесславный рыцарь. Значит, вот, он нам встречается на протяжении различных локаций, да, то есть, это, ну, разных. Но, в конце концов, мы его видим уже около Ложи Хаоса, да, около этого босса. И это там уже находит егошняя кончина. Но, если, конечно, на протяжении всех игр вы его побеждали, то, может, в принципе, да, то есть, он полюбас там, с него будет падать этот меч, этот щит, то есть, полностью сет можно все равно собрать. Даже если, предположим, вам сразу не выпадало, то в конце обязательно выпадет или щит, либо меч, то есть, это рандомно, конечно. Ну что, давайте теперь отправимся на другую локацию. А я отправлюсь с Храма огня. То есть, ну, вот так вот, вы поняли, да, то есть, вот такой вот интересный, на мой взгляд, персонаж, то есть. Сейчас я вам покажу, да, как все это дело, работа, но, предположим, вот возьмем эту нежить, да. Вот, видите, я в него катнулся, и он, естественно, умер. То есть. Вот, видите, да, то есть, я в него катаюсь, и наношу какой-то урон. В принципе, сет очень актуальный, особенно те, кто играет в ВП. То есть, может быть, конечно, там эта броня немного отстает по параметрам, но в качестве урона такого, да, то есть, с перекатами, можно нанести достаточно немало увечий противнику. Даже если у него будет порядком сотого уровня, и большинство, то есть, уровни будет, ну, грубо говоря, половина прокачаны на ХП, то даже нанося там по 70, по 50-60 урона, да, то есть, мы наносим довольно-таки немало ему, то есть, можно снести. А по прокачке, естественно, этой броне, то урон увеличивается, там, может увеличиваться до сотни, там, и более, все в зависимости от того, как мы на него накатаемся, то есть, и от защиты нашего противника. То есть, то 100, где-то 120 урона, да, даже нанесенный, там, порядком, это будет неплохо, неплохой дополнительный демедж, и при этом, что мы даже не будем подставляться. Значит, ну что, я думаю, сейчас и отправимся уже в... Как вам объяснить? В другую локацию, для этого надо изменить заклинание. Я возьму, наверное, зыковая приманка, и здесь уже стрела души. Ну, значит, установим палку-стрелявку сюда. Вот. Ну, в принципе, все. Давайте опробуем еще на какой-нибудь моби-бэк. Хочу поворот на оружие. Ну, я не могу, видите, пользоваться, точнее, я могу им ударить, но урон будет очень маленький. Видишь, 16 там, ну, вообще, маленький урон. Ну, вот. Ну, тем самым, видите, убиваем. А, значит. То есть... Даже если две руки почему-то беру, все равно не хватает. Хотя, по идее, я должен, да, уже махать спокойно в обе руки. Но почему-то нельзя. Для меня это странно. Ну, ладно, значит. Сменим наш билд. Субтитры сделал DimaTorzok Значит, так. Ну, тут я уберу вот эти вот примочки, поставлю что-нибудь другое. Ну, сюда установим щиток. Значит, ну, сейчас я думаю отправиться к Вамосу, к кузнецу. Да, что прокачать. Усиленную дубину на инчарт огня сделать. То есть... Я не могу обычного костра там усилить ее до максима, до плюс шести, так. Так, значит. Ну, вот у нас есть топорик, да. Вот усилена дубина. То есть, я могу качать зелеными осколками титанита. У меня их восемь. Так. Прокачиваем, значит. Вот, плюс четыре, да. Вот. Все, плюс пять мы прокачали. Вот видите, да, нету ее, да. То есть, я теперь не могу ее прокачать еще выше. Что и... Толь-таки, скажу, проблематично. Вот. То есть, вот она у меня есть здесь. Давайте взглянем. Теперь урон достаточно уже немаленький. Сто семьдесят четыре. Даже больше почти. Может, за чем у топорика будет, если мы прокачаем ее. Вот. Ну, думаю, отправиться уже кратким путем до Ламаса. Конечно, я бы сказал, есть такие, как бы вам сказать, проблемы с этой локацией, да, катакомбами, блин. То есть, я поясню, как будет чуть-чуть дальше. То есть, со скелетами драться не вижу смысла. Абсолютно. То есть, на них вообще душ очень мало, с них падают только сабли, которые я... Ну, не могу даже использовать. Садимся у костра, да? Значит, в принципе, я расскажу, да, почему вообще вся суть проблемы в этой локации. Значит, сейчас я вам все поясню, как она есть. Если мы возьмем эту локацию, да, то есть, точнее, костер. То есть, тут всего лишь один этот костер. А, и к нему нельзя никаким образом перемещаться или телепортируется с помощью великой чаши. Вот. Это, конечно, довольно-таки проблематично. Значит, в каком плане? Значит, если мы даже возьмем те же глубины, да, или канализацию. То есть, там тоже есть один костер, но туда можно спокойно перемещаться с помощью этой чаши. сворота, это даже такая, как бы, недоработка. Не знаю, почему этих разработчиков для этого вообще просто странно. вот, то есть, сейчас я прямиком иду до этого Вамаса дадут добраться, я бы сказал, довольно-таки проблематично. То есть, и даже сложно для тех, кто первый раз, как бы, просто проходит эту локацию, с криками Бонзай вырывается в нам бой и падает в пропасть бездны. все. Таким вот пассивным способом мы их, как бы, убиваем. Тысячь спарта. Все, видите, да, я его с ноги, как, знаете, фильм 300 спартанцев. Ну, многие, может, из вас, кто видел, кто нет, обязательно посмотрите. Как там, он предлагал мира, да, один, может так сказать, чел, а второй ему сказал, нет, это спарта и ногой пнул его в яму, блин. Вот, и тот, естественно, умер. Сюда можно, в принципе, спрыгнуть, да, таким коротким способом, но нужно остерегаться от этих вот больных. Можно сказать вам бошек, что ли. Потому что, если они будут близко, да, они начнут взрываться и вы, как бы, умрете вместе с ними. Так. Тут тоже эти скелеты еще один. Смотрите, каскадео прям вот эти... А-а-а! и туда упал, значит. А-а-а! Ну, ждем остальных скелетов. в принципе, это все. Так. Значит, ну вот и все, да, то есть... хилимся до конца сейчас. То есть, ничего сложного нет, если грамотно все. Вот сюда, тут, да... Так, скелетов, видите, там нет, они уже убежали оттуда. Аккуратненько прыгаем. То есть, вон они туда дальше, может, пошли, может, видите, нет. То есть, пешком, на пешках, если пошли туда. Зачем я сейчас сюда спрыгну, вы спросите меня? Ну, для начала, то, что тут есть один сет такой, билд, я бы сказал. Для начала, нам нужно отодеть именно кольцо на бесшуме, я бы так сказать. То есть, кольцо с зремящим драконом, чтобы нас не спалили эти колеса. Вот тут, видите, вон внизу аккуратненько можно спрыгнуть, то есть... берем этот сет начального игрока, этого клирика, клирик, да? То есть, шапка жреца, священная мантия и все в этом духе. Так, и палец, ну, типа, вуалы. После чего, да, можно было пучно отсюда убежать. То есть, пробегаем как можно быстрее, то есть, тут еще по идее должно колесо сагриваться. Ага, да, вот. Значит, расскажу, в чем вообще сложности, эта локация. Грубо говоря, она недоработана, народ, она недоработана. Как вы видите, да, то есть, тут колесо могло спокойно сюда заехать, да, и можно, грубо говоря, сагрить несколько колес, и они, в принципе, убьют вамоса, то есть, они будут катиться просто рядом, и его убьют. То есть, пример такой был, когда проходили на Новгемплюсе, они сагривались сюда, просто забегаешь, да, они за вами летят, там, два-три колеса, и, в принципе, влетают вамоса, при том, что вы сюда стоите, отходите, они в него влетают, и убивают его. После чего его нельзя не возродить, да, никак восстановить этого вамоса. То есть, грубо говоря, уже игра поломана. То есть, сломана игра, то есть, вы не сможете прокачать оружие там, на огонь. То есть, разработчики это не доработали, не учли этого вида ошибки. Можно было, предположим, да, то есть, локацию, предположим, ну, здесь, внизу, да, то есть, вниз опустить это вот, грубо говоря, сделать, саму локацию приподнять вот на уровень моей головы, да, то есть, чтобы сюда можно было вниз как бы спрыгивать или сделать лестницу, чтобы наоборот, к вам нужно было подниматься. Тогда колеса бы не заезжали. То есть нам не нужно было как бы агрить, да, их. Хотя некоторые якобы говорят, что вот, типа, через верх, да, можно запрыгнуть, но это тоже глупо. На мой взгляд, туда тоже можно спокойненько сфидить, да, просто тупо не туда прыгнуть и сдохнуть. И добираться довольно-таки проблематично. Можно было сделать, например, да, в такой же локации, как у Еснежити, около кузнеца сделать. То есть, например, вот здесь, прямо вот здесь сделать костерчик. Это было вполне логично, да, там, тут поставить костер, там, и либо перемещаться, либо уже отсюда возрождаться. То есть, было бы довольно-таки неплохо. И, грубо говоря, как бы, просто даже вот элементарно закрыли эту стенку, да, предположим, а здесь сделали лестницу. Выше поднялись, да, и там тоже, как бы, было бы разбито, предположим, стена, да, вот, или какой-нибудь там подъемчик, чтобы можно было туда залазить, то есть, вот. Ну, не знаю, почему-то не додумались до этого, хотя это элементарно просто. Зачем так ломать игру, я не понимаю просто. Значит, ну что, усиливаем оружие тут вот. Видите, да, то есть, усилить можно некоторое оружие тут, особенно некоторые усиливают этот зубчатый прямой меч. Нам, естественно, нужно непосредственно изменить снаряжение. Это вот усилить эту дубину. Значит, все, дубина усилена на плюс 6. Так, теперь можно усилить у него просто так, даже самому усилить ее. Видите, уже 186 урона и 186 урона огнем. Даже больше, чем у топорика. Хотя топорик прокачанный плюс 9. То есть, будем максить именно вот эту дубину. Так, все. Значит, прокачано плюс 209, да, нужно еще 2 обломка титанита, чтобы прокачать на плюс 9. А потом дамаксить его большим куском. И также, я думаю, усилить щит с кристаллом, значит. Значит, у меня есть демон титанит тут. Так, нужно еще 3 штуки демон титанита. Ну ладно, потом добудем. То есть, очень так проблемно, да, то есть, сделали эту локацию, не доработали сильно. Надеюсь, да, кто-то меня понял. То есть, перемещаемся теперь в склеп темной луны. и, я думаю, отправиться в новую локацию. В новую локацию называется она будет Мир Анимес. То есть, в картину, да, то есть, дополнительно локацию, которую можно открыть с помощью куклы. То есть, там, естественно, находится непосредственно дочь Нагосита, то есть. Вот. То есть, создателя уны бабочки, да, своего рода без чешуйчатого дракона. во. Так, ну для этого, естественно, нам уже понадобится что-то другое оружие, так, да. все остальное останется так же. Сложность в том, то, что эти вот дальше, там, говеные стражницы или стражники, я не знаю, кто-нибудь такие там в белых мантиях стоят, да, и сторожат там все. Ну что, возьмем, значит, такой вот арсенал. У нас будет хитрый, я бы скажу, только арсенальчик. Чтобы их, как бы, вынести. То есть. Нам нужно быть тоже очень быть легким и подвижным. Но также, естественно, мы и уязвимыми становимся, то есть, да, для атак врага. Ну, за счет, естественно, легкости мы будем уворачиваться в основном. Вон, видите, стоит за столбом. Начинает нашпада. На, по башке и в обратную. Дубиночка и вынесли. Ну, ножичек дают тут, не знаю. Они наносят там урон, но, грубо говоря, они мне сносят где-то одну пятую жизнь этим ножичком. А я там вообще копейки, хотя у них жизни там полюбас меньше, чем у меня. Смотрим дальше. Не нужно агрить всех, то есть, идем так сбоку. чтобы по одному согревать их, да, и так, эй, ты, ну, выйди один на один, давай. На дубинке по башке. Все. О, мое лицо. Типа, и все. Вынесли. Хопачки, да, еще один идет. Отошли, так, идем побазарим, там один на один, ты и я. Стоять бояться, так обошли сзади, бэк у меня. Все, вынесли, пораженено. Ну, только так, вот только таким макаром вы и выиграете. Так вот, там, два-три сагрите, будете ссадить с одним, драшат, а другие там вас еще ножичком вас кинут, там, с подтяжка, вот как вот они любят. И ножики, видите, еще и он. Они ровно летят, то есть, как и стрелы, да, то есть, у них все как-то целенаправленно летит. У нас одного удара уже убиваю, и, короче, то есть, пухо прокачано, там, неплохой дэмэдж. То есть, лучше идти по краю, да, чтобы не в толпу, и, эй, кто один на меня, там, я вообще бык. То есть, они быстро угомонят вас всегда толпой, вот, все, обратно, эти говеные ножи, там, ль, и, там, там, и, 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 за милую душу то есть мы усовываемся на то расстояние которое видит что бы один, а второй нас как бы не видит это как бы самое главное идет идет типа, типа такое крутое, да а я отошел, видали, да, как хитро ага, похилилась, падал опачки, вот это нежданчик, видали, да, какой нежданчик вот это реакция пада, знаете, своим ножичком то есть вот про что я говорил, видите, да, какая опасность то есть то есть выносливая спада сносит на ура, но пока она там куркается вы так на, па, на, блин выкусил мой живот то есть выхватил пачку на прокачку магии, значит ну, потом у костра можно щиток починить там значит, магия, да, зачарованная именно на меч вот, видите, да, на расстоянии падают стреляются вот такие хитрые, я скажу, враги допрыгнулась, падал то есть у меня расстояние я уже просчитываю, да, чтобы их грохнуть ну, как-то так, только по-другому никак, в принципе, их не вынесешь ну, точнее, можно вынести, естественно, но не на моем уровне-то ну, раз у меня не хватит, то хп, да, отрегенится ну, тут этот тоже сет этого брони черный щит стальной тархус, да, стальной тархус, именно девошний сет здесь лежит полностью меч, щит ну, тут картина, да, то есть, видите, мостик вот сюда мы попадем-то, в принципе ха, смотрите, как щит офигенно смотрится, да щит в щите то есть она магическая своего рода, да, портал все, нас как будто туда засасают этот мир ну вот, попадаем, да, нарисованный мир римес ну, короче, я еще называю, может, даже неправильно я называю анимес ее просто ну, тут такое название, просто грохнешься отсюда нельзя свалить, тут вообще жуткое место на первом уровне тоже страшное место для прохождения, но все-таки но не для не для дяди Коли, короче разжигаем костерчик так, да, то есть переместиться, да, то есть вот, видите, да, все, нельзя переместиться, то есть билет в один конец так, на этом я закончу, да с вами был Николай Партийный кому понравилось, пальцы вверх подписываемся на канал у кого есть какие-то возможности пихаем на различные сайты по Dark Souls, да, в виде обучения всем удачи, всем спасибо